Памятник, посвященный оккупации Венгрии и фашистской Германии, был открыт под покровом ночи в минувшие выходные. Несмотря на волну протеста, вызванных сооружением этого монумента, власти и апелляционный суд отказались остановить его сооружение. По мнению еврейских организаций, страны правозащитников и простых граждан, идея памятника искажает исторические факты, представляя Венгрию как жертву фашизма и умаляя роль тогдашних властей в депортации около полумиллиона евреев концлагеря. Ранее представитель пресс-службы премьера Яна Шлазер официально заявила об отказе от торжественной церемонии открытия памятника, исходя из пережитой боли и неправильного понимания значения этого монумента. Впрочем, многие венгры смотрят на идею памятника шире. Для них Венгрия исторически и географически, зажатая между Австрией и Германией, была их жертвой в течение веков, а после войны попала под диктат СССР. Мой отец работал много лет в советских лагерях. Принудительные работы венгров после войны известны под названием «маленькие работы». Так что и для нас были тяжелые времена. Пусть будет этот памятник. Это сооружение только добавит ненависти и еще больше разделит людей. Создание открытия памятника приурочено к трагическим датам Холокоста – 70-летию депортации евреев из Будапешта в Освенцим. Но еврейские организации еще раньше заявили о бойкоте правительственных мероприятий. Общественные организации заявили, что продолжат свои акции протеста до конца недели и потом решат, когда проводить следующие демонстрации, передает из Будапешта Атила Модиар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...